Я приветствую всех наших зрителей. В какой бы точке земного шара, в каком бы часовом поясе вы ни находились, если вы с нами, это значит, что вас интересует актуальная обстановка в Украине, где уже более 14 месяцев идет горячая фаза войны против страны-агрессора под названием Россия. Моим собеседником сегодня будет полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Григорьевич Светан. Добрый вечер, Роман Григорьевич. Приветствую. Хорошо. Давайте начнем с новостей, что там у Русни. Каждый день нас радуют сообщениями о том, что, вот я зачитаю несколько сообщений, буквально последних, что дроны продолжают бороздить просторы России. Сегодня, например, пилот Боинга авиакомпании North Star сообщил, что рядом с ним на подлете к Домодедово пролетел беспилотник. Это произошло на высоте приблизительно 2 километра. Также другое сообщение было, что буквально, по-моему, вчера беспилотник с 18 килограммами пластида был обнаружен в Подмосковье. Также вчерашнее сообщение. В Мурманской области разбился военный сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Это такая хорошая тенденция, прослеживается. А что Россия еще должна сделать, чтобы вот таких хороших новостей для нас было как можно больше? Ну, МиГ-31, перехватчик, который разбился, скорее всего, все-таки уже из-за старости. Там проблемы с двигателями всегда не были. Загорелись, скорее всего, топливосистема. Ну, а дальше двигатель уже не сработала. Пожарная система, потому самолет загорелся, упал. А то, что беспилотники, наши беспилотники, скорее всего, потому что те, которые падают, те фотографии, которые россияне, по крайней мере, показывают, это, скорее всего, наш UG-22. Неплохой беспилотник с радиусом где-то 700-800 километров. Боевую часть он действительно может нести около 20 килограмм. В зависимости от задачи. Ну, и лететь либо с возвратом, со сбросом, либо в одну сторону до полутора тысяч километров. Высота до 5-6 километров. Он может подниматься, выполнять задачу по уже либо слежению, контролю, до разведки, разведки и боевому применению в зависимости от подвесов, которые к нему вешаются. То есть здесь наша работа, скорее всего, то, что она на данный момент не озвучивается Генштабом, это очень правильно и не надо это делать. И так это понятно. Будем думать, что, ну, все будут думать и говорить, что это какое-то НЛО, но понимая, откуда это все НЛО летит. Ну, ведь вот сегодня пилот, который видел этот беспилотник, но это явно, над Демодедово, это явно не НЛО. Я представляю, какой такой сюрприз для пилот. НЛО, это неопознанный летающий объект, а вот если он неопознанный, непризнанный летающий объект, как угодно аббревиатуру можно переиграть. Это же понятно, что мы с некоторым сарказмом об этом говорим, но опять же, пока наш Генштаб не признал, об этом утверждать нельзя. Можно как-то догадываться, но утверждать нельзя. Признает Генштаб, тогда уже можно говорить конкретно, что это было. Ну, вот перед Новым годом было несколько сообщений о том, что на боевое дежурство там чуть ли не до десятка становятся беспилотных летательных аппаратов, в том числе и такого уровня типа UG-22. Поэтому все может быть, по крайней мере. Ну, а задача у этих беспилотников разведки, доразведки, уничтожения военных объектов, это уже все зависит от того, кто управляет этим беспилотником. Не факт, что все беспилотники, допустим, наши. У россиян сейчас очень много врагов и очень много стран, которые хотят поквитаться с россиянами за погибших людей своих, которые погибли и в нашей войне в том числе. Потому что здесь может быть такой комплексный подход к уничтожению военных объектов. Ну, пока, я так понимаю, уничтожение происходит, потому что горят у россиян и склады, и конструкторские бюро, и заводы по производству военной продукции, особенно в районе Балашики, в районе Москвы, то есть и под Питером. Все это говорит, уже не говорят о том, что в прошлом году наши стрижи, то и в этом наши стрижи заходили на российскую территорию, это Тур-141. То есть идет комплексное выполнение задачи по уничтожению военных объектов, в том числе и на территории России, и пока нашими средствами поражения. Милитарий медиа-центр опубликовал информацию, согласно которой в Украине сейчас воюет 370-тысячная армия соседней Орды под названием Россия и около 6 тысяч единиц тяжелого вооружения. Вообще, о чем говорит такая вот численность? Она меняется с начала войны, в том числе и по технике? Или это максимальное такое количество, которое мы сегодня можем наблюдать? В начале широкомасштабного наступления 24-го числа у россиян было до 200 тысяч человек, сейчас до 400. Можно сказать, что в живой силе увеличение в два раза, причем с уменьшением ширины фронта с 2,5 тысяч до 1000 километров. То есть плотность войск увеличилась. А это уже говорит о серьезности их намерений, по крайней мере, и о сложности выполнения нами некоторых действий именно военного плана. Техника примерно осталась, например, на таком же уровне. Единственное, уменьшилось ее качество, то есть технику они восстанавливают, они поднимают с мест хранения. За счет старой техники, так как они реально не были готовы к длительной войне. То есть у них готовность была где-то 3-4 месяца воевать, не более того. А дальше им пришлось заходить уже в запасы, доставать технику с советских времен, уже как-то ее ставить на боевое дежурство. И вот мы сейчас видим такую пересортицу. Пересортицу у них есть и новая военная техника, которую они производят. Они производят около 20-25 танков новых, в районе 25-30 танков восстанавливают старых. Это за какой период? Да, это месячная норма, то есть где-то до полусотни машин они могут выставлять на фронт. Это минимум, опять же, потому что есть еще механизмы восстановления той поврежденной техники, которая восстанавливается рядом с линией фронта, то есть на мастерских недалеко от линии фронта. То есть у них есть достаточное количество техники и, в принципе, в районе 5 тысяч коробочек, если так можно назвать, то у них точно есть вдоль всей линии фронта. Это серьезная сила, и они зимой их практически не использовали, погода не позволяла. А вот сейчас, я думаю, она будет использоваться на некоторых этапах и участках фронта для обороны, а на том же Донецком и Луганском направлениях еще могут наступать несколько недель. Уже с применением техники, после подсыхания поверхности. А скажите, пожалуйста, вот эта цифра, которую и вы сказали, озвучили, и Милитари Медиа Центр озвучивал, порядка 400 тысяч живой силы. Это включая частные военные компании, как Пригожинские, или это только вооруженные силы? Это все вооруженные силы, которые там есть, включая даже Росгвардию. То есть это общее количество сил агрессора, которые они завели и на территорию оккупированной Украины, и рядом находятся, допустим, в тех же Валуйках, там несколько десятков тысяч человек в районе линии фронта. То есть, если брать по линии фронта и госграницы, где-то около 400 тысяч человек есть у нас, и где-то еще около 100 тысяч человек болтаются у россиян по полигонам. Недокомплектованы, они как-то уже более-менее подготовлены, просто нечем укомплектовать. В режиме стрелков они еще как-то могут использоваться. Ну, палками, дубинами, чем их? Ну, во-первых, ставится задача их укомплектовать своими силами, то есть пытаются, по крайней мере, там скидываются какие-то деньги, покупают им какую-то амуницию, ту, которую можно налить и экспрессе заказать. Ну, а вот уже посадить их на броню не на что садить, то есть не хватает средств для того, чтобы их запустить на линию фронта. Но они будут использоваться, особенно при начале нашего движения. У россиян будут очень большие потери. И эти потери будут, части, которые будут нести большие потери, их будут отводить на доукомплектование. Так вот, доукомплектовать будут как раз вот этими, вот этой сотни тысяч человек, которые еще есть на территории России. Плюс еще 147 тысяч они должны, ну, где-то под 150 тысяч они сейчас набрали в течение апреля и вот в мае будут продолжать набор. Это срочников. Срочники в течение июня-июля, они заменят тех демобилизованных срочников, которые будут демобилизоваться. Ну, они на линию фронта не попадут, потому что там внутреннее перемещение, внутреннее замещение. А вот то, что мы имеем, мы имеем около полумиллиона человек сейчас. Это довольно-таки серьезная сила, с ней надо будет считаться. Но сила, в основном, живая сила. То есть, ну, количество сил, средств, которые есть у нас, то есть наше железо, которым нас наши партнеры снабжают, это намного мощнее. Железо всегда побеждало живую силу. То есть, мясо против железа, ну, нет никаких вариантов победить. Мощнее, да. Но вот, знаете, меня все равно немножечко встревожила такая новость. Я сегодня прочла, что Ян Столтенберг уже озвучил, что Украина получила 1550 бронемашин, 230 танков и большое количество боеприпасов. И он говорит, что это практически все, что обещали наши партнеры. Когда вот я вижу цифру в 6000 единиц, которая сейчас стоит на границе или находится в Украине со стороны России, то, конечно, меня так немножечко этот дисбаланс напрягает. Вот ваша оценка. Ну, нет, это дело в том, что, допустим, до 2000 коробочек нам сейчас передали. То есть, если общее количество брать, до 2000, да. А у нас есть же наша техника, на которой мы воюем, плюс как минимум три ленд-лиза после россиян осталось. После севера Украины, когда уходили, остался ленд-лиз российский. В Изюме, да, и с правого берега, в принципе, Днепра уходили, там кое-что осталось. То есть, по большому счету, у нас есть свое количество техники. И оно где-то в паритете, если в количестве считать, где-то какой-то паритет есть как минимум. Ну, а, естественно, у нас есть превосходство по тактико-техническим данным той техники, которая нам передается. Причем эта техника передается нам последние, уже второй год нам передается техника. То есть, она же у нас остается, еще раз повторюсь, техника, которая нам передавалась раньше. А это даже больше, наверное, если посчитать за все время, это больше, чем вот то, что передано сейчас. По количеству, по крайней мере. Потому здесь не надо впадать в уныние, все нормально в этом смысле. Ну, вот я уже тоже прочла, что первые патриоты встали на боевое дежурство. Патриоты. Не патриоты, патриоты встали на боевое дежурство. Сколько у нас должно быть таких систем, чтобы полностью закрыть небо над Украиной? Ну, если касаемо патриотов, то нам надо около трех комплексов патриотов. Комплекс входит где-то примерно 8 батарей. То есть, где-то в районе 24 батарей нам надо патриотов. Но только вторая, по крайней мере, становится на боевое дежурство. Потому, ну, сколько сказать. Ну, еще в 10 раз больше надо, если считать чисто патриоты. То есть, если патриотами полностью закрываться. Ну, у нас еще на подходе с МТ, это примерно такой же патриот, ну, с некоторыми ограничениями. Но, тем не менее, это система большой дальности. И зенитно-ракетный комплекс, который может, как и патриот, работать против баллистических ракет. У нас есть достаточное количество. И сейчас подходят и на самцы, и аэристы, и СЛМ. Хоуки также разворачиваются. Армейские кротали, аспиды. То есть, то, что уже поставлено, еще будет поставляться. Ну, разворачивается система противовоздушной обороны. Их много никогда не будет. То есть, постоянно будет мало. Дело в том, что все-таки система, она должна быть многоэшелонированной. Система дальняя, она не возьмет низколетящую цель, допустим, на предельно малой высоте или рядом находящуюся с пусковой установкой. Ну, а системы малой дальности, естественно, не возьмут ни средней дальности, ни большой дальности цели и по высотности. То есть, здесь как раз нужен определенный такой, я бы сказал, эшелонированный в несколько эшелонов такой пирог из зенитно-ракетных комплексов. Начиная от наших отрядов, которые сейчас выполняют задачу по уничтожению тех же шахедов. То есть, мобильные автономные группы, огневые группы. И заканчивая самолетами. Причем самолетами типа F-16 с полной системой интеграции в общую систему контроля, сопровождение, целеуказание, уничтожение цели. Это и АВАКС, это и спутники. То есть, здесь еще работать и работать в этом направлении. Ну, я думаю, что еще работать и работать, знаете, в каком направлении? Все-таки договариваться с нашими партнерами о поставке самолетов. Это также, наверное, очень важно. Да, это основное сейчас. Нам не хватает именно самолетов для того, чтобы они выполняли задачи работы по воздушным целям, по наземным за счет боевого радиуса самолетов. То есть, те же F-16 без подвесных батоков в полтысячи, 500 километров в боевой радиус. Плюс еще дальность работы ракет, если АМ-120D, это еще 150 километров. То есть, как раз вот этого и не хватает компонента. Вот именно авиационного компонента нам не хватает для того, чтобы закрыть небо. Это только для того, чтобы его закрыть, не говоря уже о том, чтобы наступать. Вы верите, что наступит тот день, когда мы сможем убедить наших партнеров? Пойти на это что? Милли, генерал уже снял груз с души, так сказать, перевесил его на политиков. Конкретно сказал, это политическое решение, идите решайте в Белый дом. То есть, показал пальцем, кто виноват в политике. А политическое решение, это значит какие-то договоренности. Вот эти пока договоренности не иссякнут или какая-то из сторон их не прервет, мы не получим F-16. Ну а уже давление на политическое руководство Соединенных Штатов можно оказать в принципе только через их избирателей, то есть через народ Соединенных Штатов. Потому что если есть такая возможность, поддавите своих политиков. В конце концов, F-16 это не сложная для украинских пилотов техника. Мы переучимся за 3-6 месяцев, и она будет выполнять боевые задачи на линии фронта и станет такой вишенкой на том тортике систем противовоздушной обороны для защиты Украины, ну и для выполнения наступательных операций, для поддержки войск с воздуха, прикрытия с воздуха и работы по земле в качестве штурмовиков и бомбардировщиков. F-16 многоцелевая машина, очень хорошая машина американская, очень хороший самолет, и его очень много, его больше 4 тысяч штук. Потому сейчас и стоит задача именно эту машину получить хотя бы несколько десятков, ну до сотни штук, это минимум. Вы, летчик-инструктор, вы могли бы обучать пилотов на таких машинах? У меня допуска есть на все виды полетов на истребителях, во всех метеоусловиях. Мне надо для того, чтобы обучать летчиков самому получить уже инструкторские допуска или восстановить их на этих машинах, ну а дальше учить летчиков. Это самый оптимальный вариант, то есть обучить сначала наших инструкторов, у которых есть инструкторские допуска, чтобы они потом могли обучать летчиков уже на наших базах. Вот именно самый-самый такой оптимальный вариант. Ну я-то уже, мне уже 60 лет. Лучше это делать, конечно, тем, кто помоложе. То есть все-таки здоровье надо довольно-таки молодое, где-то до 40 лет. Опыт не пропьешь. Нет, здесь опыт это одно, а второе все-таки здоровье. Дело в том, что на истребителях это не по земле ходить, это перегрузки, это определенные требования к здоровью. Меня уже после плена на самолет никто не подпустит. Это я могу только порассказывать и пешей полетному проводить инструктажи, не более того. Ну а вот летать у нас очень много есть инструкторов. У меня знакомых десятки, а то я скажу даже больше сотни как минимум. Только инструкторов, те, которые могут это делать, те, которые помоложе. И мои курсанты, которых я в свое время учил. Ну и те летчики-инструктора, которым я давал инструкторские допуска. То есть это только по мне, а таких, как я, сотни человек. Потому что у нас очень много летчиков, которые могут выполнить эти задачи. И это можно сделать очень быстро. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Ну. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Я опять-таки хочу вернуться к новостям, к нашему недружественному соседу. Сегодня стало известно, что с должности снят замминистра обороны генерал Мизинцев. Миру он известен как мариупольский мясник. Это он отдавал приказы сбросить бомбу на мариупольский драмтеатр. Он вообще отвечал, он был замом Шойгу, отвечал за материальное обеспечение армии. Как вы прокомментируете такую отставку? Ну это его потом туда уже подтянули. То есть для того, чтобы как-то прикрыть, может быть. Действительно, это один из тех людей, который был непосредственно, участвовал в уничтожении Мариуполя. Ну, по нему скамья подсудимых плачет уже давно. Для них там уже даже сиделки определенные выдолблились, скорее всего. Поэтому, я думаю, уже там они будут разбираться с правосудием. А вот то, что сейчас произошло, это такой, скорее всего, информационный, я думаю, все-таки посыл. Были очень большие недовольства в армии в последнее время и управлением, и обеспечением войск в том числе. Надо было показать какую-то работу верховного главнокомандующего. Вот он слепил вместе с двойником какую-то поездку по тылам, вроде как посмотрел, ну а потом принял решение. Проинспектировал. Да, да, да. И дальше подал это как вот, ну вот, бояре плохие, мы их тут накажем, ну а царь хороший. Ну то есть в таком режиме это так все и восприняли. Царь, кстати, собирается принимать парад на Красной площади. И единственный глава иностранного государства, который согласился приехать, не хочу называть это плохим словом, будем называть это парад, это президент Киргизии. Как вы думаете, кто же составит кампанию для Путина, либо его двойника на этом параде? Кого он туда собирается вывезти? Ну, скорее всего, все будет военно-политическое руководство России, конечно. А вот президент Киргизстана, его используют как такую щит, можно так сказать, фанерку. Дело в том, что если там будет находиться хотя бы какой-либо президент, ну то есть не участник войны с Украиной, а все военно-политическое руководство России, оно причастно при этом центре принятия решений, то есть это является военным объектом. А вот если туда приедет кто-то другой, вот один единственный человек, который согласился, даже Лукашенко поехал картошку копать. Ну нет, ну у него картошка тут, нет, какие там парады. Там свои проблемы. А вот президентом Киргизстана он может прикрыться, потому скорее всего там будет настоящий Путин, Путин один вернее, там слово настоящий очень сложно определить. Путин один, который если не отменят парад, допустим, может резко заболеть. Вы скажете, что могут отменить парад? Однозначно, но отменили, допустим, поездку Путина сегодня на закладку в Акую, это в Турцию, там станция, 4 реактора Росатом построил, ну строит и запускает. Сегодня должна была быть закладка ядерного топлива, сборок ядерных и запуск самой станции. Так вот, Путин же не поехал. Придумали причину, что Евдоган вчера заболел, ну или позавчера, ну и все, и вот он не поехал. А потому здесь может та же самая картина быть. Если вдруг не поедет президент Киргизстана, нечем будет прикрыться, придумают какую-то проблему и отменят парад. Могут отменить однозначно парад, причем повесят всю эту отмену либо на Украину, либо вот на такого рода какую-то причину, как вот сегодня не поездка Путина. Придумают, да. И дальше подадут это как информационный какой-то посыл. Могут что угодно придумать, у них еще времени есть. Но вы думаете, они боятся каких-то воздушных сюрпризов от НЛО? Однозначно. Дело в том, что выход, это же руководство, военно-политическое руководство России. Это все причастные к убийствам десятков и сотен тысяч украинцев. Это легитимный военный объект. И, в принципе, сейчас уже понятно, что если у нас есть определенные средства поражения, то люди, которые, военнослужащие, которые отвечают за это, они могут расценивать и рассматривать военно-политическое руководство России как легитимную цель, но, естественно, их уничтожить. Если будет чем. Потому, чтобы не подставлять себя под удары, а тем более, в последнее время, по-моему, кто-то из начальников главного управления разведки конкретно предупредил о том, что предупредил не каббатантов не подходить к военным объектам на майские праздники, по крайней мере, в первой декаде мая. Это конкретное предупреждение, которое, в принципе, должны были сделать военнослужащие, допустим, украинской армии, которые будут рассматривать вопрос удара по военному объекту. Вот и все. То есть правильно сделали, предупредили гражданских о том, чтобы они не подходили. А вот после этого, уже после предупреждения, это уже не будет считаться, никто уже даже под теракт не подтянет, даже если кто-то там и получит какие-то увечья при ударе. Потому всех предупредили, естественно, надо принимать во внимание. Сейчас некомбатантам гражданским надо держаться однозначно подальше, особенно в период подготовки к наступательным действиям украинской армии, надо держаться очень далеко от военных объектов. Хотя это не помогает. Вот, допустим, военный объект сам прилетел в Белгород и сбросил две бобы. Ничего не помогло. Город же не оттянешь от самолета. Кстати, вот вы говорите законные военные цели. А какие максимальные глубины в глубину России можно было бы доставать с нашей территории? Ну, те, допустим, беспилотники, которые у нас есть и которые показывают россияне, давайте от них отталкиваться. То есть наше военно-политическое руководство правильно не принимает на себя сейчас, на данный момент ответственность за какую-то работу. Но россияне показывают, допустим, UG-22, это боевой радиус 700-800 километров, это с возвратом. Ну, а движение в одну сторону в качестве камикадзе это полторы тысячи километров. Ну, а до Москвы 450 от северо-восточной границы Украины. Потому в течение дня... То есть до Урала долетит? Да, нет, нет. До Урал-вагонзавода в районе двух тысяч километров. То есть, ну, Урал сам по себе не Урал. Нам важны, допустим, производство, то есть военные объекты. Вот до Урал-вагонзавода около двух тысяч километров. Туда долетит Томагавк. Вот если бы американцы нам дали паритетное оружие в качестве... То есть к Томагавке в качестве паритетного оружия, вот Томагавк бы туда точно дошел. Это крылатая ракета с дальностью в районе двух-вторых тысяч километров. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Ну, уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного. Я еще хотела, знаете, какой темы коснуться? Вчера состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Как вы оцениваете то, что мы услышали в информационном пространстве по результатам этого разговора? Понятно, были какие-то официальные заявления, что-то осталось за кадром. Но вот, зная вот эту китайскую хитрость, ведение дипломатическую такую хитрость, как вы оцениваете этот контакт? Ну, дело в том, что на контакт не надо было идти. Тем более, я так понимаю, мы были инициаторами. Там есть, конечно, положительный момент, связанный с тем, что Си Цзиньпинь взял трубку. Не брался долго, взял трубку от наших представителей уже, которые пытались дозвониться. Это вроде как как-то ударило по России, хотя такой сомнительный удар, конечно. А вот то, что первое, Китай сейчас пытается выскочить из-под будущих репарационных требований, это видно. То есть, они показывают себя не как участника процесса. Они были участниками однозначно с самого начала. Они воевали вместе с Россией против нас, с иранцами, с оккупационным белорусским режимом, с Северной Кореей, там еще несколько стран поставляли оружие. То есть, вот эта всякогорта воевала против Украины. И вот сейчас Китай, понимая, что Россия проиграла в этой войне, понимая, что будут репарационные требования, они могут быть озвучены в очень больших цифрах. Если, допустим, та команда, которая придет после этого правительства, поднимет вопрос о компенсациях каждому украинцу от геноцида россияна, это где-то по миллиону долларов, как минимум, можно будет в судах доказать компенсационные моменты, то это около 40 триллионов долларов. Так вот, Китай на себя 10 триллионов долларов брать не хочет. И вот такого рода звонки и созвонки, которые сейчас происходят, как раз дают возможность Китаю выйти из-под будущих репарационных требований к нему и поменять статус обвиняемого, по крайней мере сейчас, на статус адвоката или, как минимум, свидетеля. То есть вот в качестве свидетеля он еще как-то пытается себя сейчас обозначить. И вот такие звонки, как минимум, дают ему этот статус. Это раз. А второе, китайцы, правильно вы говорите, они не просто хитрые, это разведка. Это разведчики, которые могут читать с лица, которые могут потом разложить весь разговор. А вы думаете, это было видео звонок? Это не важно. Для них это они из голоса срисуют. То есть сейчас те аналитики, которые разбираются в видеомоторике, если это видео было или в голосе и тембрах голосовых, то они разложат все и вся. То есть если были какие-то моменты перед наступлением, не просто так Китай, Си Цзиньпинь взял трубку перед наступлением, значит, это ему нужен был звонок. Потому тут однозначно есть и такой момент разведки. Потому лучше было бы, конечно, не стучаться к Китаю. Это враги. Роман Григорьевич, наших зрителей, конечно, интересует оперативная обстановка на поле боя. Чем вы нас сможете порадовать? Или что вы нам можете поведать? Идет подготовка к наступательным действиям. Мы зашли уже где-то в течение недели, начинает заходить по зеленке наша разведка на глубину 15-30 километров. Это на глубину работы армейской артиллерии по всей линии фронта, по всем тысячам километров. Но это стандартная штатная работа армейской разведки. То есть, получают боевые распоряжения, выходят на задание. Задача разведки, доразведки, координации действий, корректировки артиллерийского огня. Подготовка по некоторым позициям плацдармов, либо для наступления, либо для форсирования рек или водохранилищ. То есть, общие задачи армейской разведки начали выполняться. Это как раз в преддверии наступательных действий. Единственное место, где сейчас у нас есть вопросы, связанные уже с такими контактными боями, реальными контактными боями, которые продолжаются, россияне пытаются наступать. Это район Бахмута, это район Авдеевки, Маренко. Та же Кременная, из-под которой они пытаются выйти в сторону Лимана или в сторону Белогоровки. То есть, расширится по этим Кременским лесам. И ждем, ждем, во-первых, окончания сезона дождей, начало подсыхания почвы. Россияне попытаются в ближайшее время начать движение по Донецкому, по Луганскому направлению с помощью вот этой скопленной техники. То есть, несколько недель они могут работать. Ну, а скорее всего, наши войска уже готовятся к выполнению наступательных действий на Херсонском и Запорожском направлении. Ну, а направление самих ударов, разворачивание, выполнение подготовки наступления дальнейшего движения, это уже все в закрытом режиме ОГИН, штаба. И, я думаю, не раньше, где-то 5-го, ну, где-то до 5-го, 7-го числа у нас будут подготовительные моменты. Дальше просохнет почва. Ну, и мы, скорее всего, также начнем двигаться. Потому, можно сказать, сейчас такой режим пока затишься на двух участках фронта. Это на Запорожском и Херсонском. Ну, и идут активные действия, инициатором которых пока является Российская Федерация, на Донецком и Луганском направлениях. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, Роман Григорьевич. Мне было очень приятно с вами поговорить. Надеюсь, нашим зрителям тоже было приятно провести с нами время. И, главное, полезно, информативно. Я хотела бы напомнить всем подписаться на наши YouTube-каналы. Это Дмитрий Гордон в гостях у Гордона и канал Олеся Бацман. Спасибо за внимание. Украина обовязкового переможия. Слава Украине. И до новых встреч. Спасибо большое, Пан Арман. Героям слава. До свидания.